Ре. Вис Этерс Ирте. Вида, которые горели на своей работе, все люди очень светлые. Наташа, вы задавались тебе вопрос, на который нет ответа? Почему он? Задавала, конечно. Собственно говоря, группа Юриса, она работала как скорая помощь. То есть они приезжали иногда на какой-то вызов. Они однажды, Андрей пришел домой, сказал, ты знаешь, мы сегодня приехали на 5 минут раньше, чем скорая помощь, которую вызвали. Я говорю, надо ли бегать впереди скорой помощи? То есть они работали с камерами, они, прекрасно понимая, что они обязаны вот этот документ своей эпохи зафиксировать, они же домой там в лучшем случае на пару часов приходили, они жили в студии, и они бежали и снимали, и абсолютно сознательно. То есть когда там Андресу папа сказал, что я прошу тебя быть поосторожнее, он сказал, это моя работа, что будет, то и будет. А вы не пытались отговорить? Нет. А как? А Андрей же вообще оторвался от земли. То есть это было такое впечатление, что он переживал такие эмоции вот эту вот неделю. Я на него смотрела и думала, а как он будет потом жить нормальной жизнью? Потому что вот эта вся ситуация, она была настолько высоко эмоциональна. Для него это было, опять-таки, как очень эмоционального человека. И я на него смотрела и думала, после таких эмоций, как жить нормальной жизнью? У меня даже такой вопрос, вот как вернуться, он возникал. Потому что, ну, вы, наверное, помните свое состояние в тот момент. Ведь очень многие люди готовы были пожертвовать своей жизнью для того, чтобы было хорошо. Тогда, 20 января, откуда вы узнали, что произошло? А дело в том, что я узнала не сразу. То есть получилось так, что те люди, которые узнали, у них язык не повернулся мне сказать. И я получила информацию, что Андрес в больнице. И мы сначала поехали в больницу. Сказали, что там Андреса нет. И только после этого выяснилось, что вот мы поехали в Домский собор. И вот уже тут, вот, по-моему, в Домском соборе мне сказали. Но это было как-то вот, какие-то моменты я плохо помню, конечно. Это правда, что тогда вы еще не знали, что ждете сына? Да. Да. Конечно, медицина мне категорически запрещала, да. Да, у нас все было непросто. То есть я, ну, я сказала, что нет, это тоже был мой выбор, моя ответственность. Так что, в общем, то есть для меня как бы вопрос решался одним способом. Все остальные считали, что, ну, с головой у меня беда, и, наверное, я вообще сумасшедшая. Ну, вот, ну, в общем, вот так. Но нам повезло, все хорошо. Хороший мальчик. Вы в детях Андреса видите? Они что-то взяли от него? Полностью мимика, юмор. Способ, там, сказать на этом месте то, что сказал бы папа. То есть, как говорят, что вот там человек воспринимает, он видит там родителей. Нет-нет-нет, человек генетически все заложено. То есть вот на том же месте, на котором Андрес бы повернулся вот так вот на одной ноге и сказал бы какую-то хохму, это то же самое. По характеру, может быть, Андрес чуть-чуть там в другую сторону, в другую часть семьи. Вот, а Аня точно папин характер. То есть это только такая девочка-блондинка, на самом деле нет. Так что тут как раз папа у нас по полной программе.